Хей-оу-хей-оу, мотагоны! Всем привет! С вами, как всегда, Взрывной Майк. Сейчас я еду, как вы уже поняли из названия видео, за Харли Дэвидсоном. А да, ребята, я пересаживаюсь на Харлей и целую неделю буду ездить на нём. Не пугайтесь сильно, это не навсегда. В основном, когда я тестировал разные мотоциклы, я катался на них, ну там, час, два, максимум пару дней. Я катался на Галде. А тут у меня появилась возможность целую неделю покататься на Харлее. Я думаю, что это будет очень сильно ощущаться на контрасте, потому что класс мотоцикла совсем другой. Посмотрим, какие у меня будут ощущения. Собственно, смотрите это видео дальше и всё увидите и узнаете. Ну что ж, ребят, забрал я эту американскую классику, оставил свою каву и пересел на лютый чоппер. Буду неделю кататься на нём. Давайте посмотрим, что же тут такого интересного. И так, что мы имеем. Модель называется Heritage Softail Classic. Вот в такой комплектации он сразу идёт, вот с этими кофрами. Объём двигателя здесь 1600 кубических сантиметров. Всего два котла. Вэтвин, ребят, 1600. То есть каждый котёл где-то примерно по 800 кубов. Это вообще дичь лютая. Внешний вид такой, конечно, у него спорный. Так себе. Мне, например, такие мотоциклы не нравятся. Но кто-то от такого тащится. Груда хрома, вот эти фары круглые классические. Огромный ветровик. Ну и всё прочее. Огромное кресло, на котором сидишь просто как царь. Конечно же, ременной привод здесь. Потому что это Harley Davidson. Но здесь момент. Пипец, ребят, здесь момент. На 3000 выдаёт уже 124 ньютона. Это пипец бешеная тяга. И, честно вам скажу, я попробовал стартануть с светофора. У меня колесо сорвало, блин. Это мотоцикл 2016 года. Но выглядит он как старый, добрый, американский чоппер. В этом плане, конечно, компания Harley Davidson, они молодцы. Они умеют так делать. Но, я ещё раз повторюсь, мне, например, это не особо нравится с точки зрения внешнего вида. Что меня прикольнуло, это то, что здесь не нужен ключ. У меня вот такая штука висит. Мне дал владелец. Это просто чип, короче. Всё, что тебе нужно, это подойти и повернуть зажигание. Говорите, поворачивайте. Всё, он считал то, что ключ рядом. То есть, я приехал, допустим, на мотоцикле, да, просто выключаю зажигание и просто ухожу от него. Смотрите, что происходит. Всё, сработала сигналка, я могу идти, вообще не париться. А, вот ещё прикол, смотрите, здесь индикатор бензина, смотрите, на черепухи и лампочки. И, собственно, так можно увидеть, сколько бензина в баке. Достаточно нестандартно. Ну, конечно, с кофров-то лучше всё доставать, потому что кофры на замок не закрываются, они просто на защёлках. Вот. И бак ещё открывается просто на изи. Вот так вот. Черепушечку откручиваем. Всё. Никаких замков, вообще ничего нет. В принципе, можно сливать бензин даже с бака. Если нужно заблокировать руль, здесь есть ещё такая штука. Ключик. Сюда его вставляете. И, ну, как на обычном мотоцикле, стандартно, просто блокируете руль, чтобы не угнали, не укатили. Посадка вообще шикарная, сидишь вальяжно, развалена. Ехал я сейчас по Риге, где-то 130, выжимал на нём 140. В принципе, можно было побольше, но вот на этой скорости уже такой комфорт теряется. То есть, больше 130 не особо круто валить. Небольшой есть бортовой компьютер. Давайте покажу. Давайте опять включим зажигание. Вот здесь вот такое маленькое цифровое табло. И можно либо время включить, можно смотреть, какая стоит передача и сколько оборотов двигателя. Потому что тахометра, естественно, нет. Классический спидометр очень прикольный. Потом можно посмотреть пробег 16 тысяч сейчас на нём. Ну, трипы А, Б. И сколько осталось бензина на сколько километров. То есть, вот сейчас бензина, например, на 170-180 километров. Бак здесь, кстати говоря, 19 литров. В принципе, неплохо. Ну и давайте заведём его. Заводится он очень прикольно. Он начинает весь трястись, как любой Харлик. Ну и попробую вам передать этот звук. Оу. Ну вот, как-то так, ребят. Я же думаю, что вы сейчас прям сразу после этого момента увидите уже следующий кусок видео. Так что приятного просмотра, ребят. Я же на Харлее уже сегодня четвёртый день. У меня уже есть очень много, что вам рассказать. Я еду почти без экипировки, как видите. Но дело всё в том, что на нём нереально жарко. В видосе, где я рассказывал про стриты, вы все писали, что вот нет ветрозащиты в городе, блин. Ну, не все, многие писали. Так вот, ребят, сейчас я на практике убедился, что отсутствие ветрозащиты на стритах – это огромный плюс в городе. Когда я сел на этот Харлик, я был, естественно, в своей куртке, в перчатках. Ветер вас вообще не обдувает. Вам становится жарко, особенно сейчас, в такую погоду, когда на улице больше 25 градусов жара. Я молчу вообще про вечер. То есть я ехал вечером, когда уже был прохладный воздух. Я был в джинсах. И, вы знаете, моей заднице хватило остановок на двух светофорах, чтобы она запотела. Поэтому я сейчас даже перчатки не одел. На следующий день, когда я забрал Харлей, я поехал на работу. Это было где-то 10-11 часов утра. То есть в Москве ещё держались такие приличные пробки. Так вот, я весь обплевался, ребят, честное слово. В первый день я сказал себе точно, что этот мотоцикл не для города. Во всяком случае, не для Москвы. Потому что пролезть на нём в пробках практически нереально в некоторых местах. Во-вторых, очень жарко, как я уже сказал. И я вместо обычных 12 минут, за которые я добираюсь до работы на Каве, я на Харлике доехал за 35 минут. Ну, то есть разница такая приличная. Ещё я приехал с мокрой жопой на работу, и весь тоже мокрый, и немножко даже подустал. Ну, получилось так, что я начал с негатива, да, вам всё это рассказывать. Во-вторых, очень уязвимо себя чувствуешь на дороге на самом деле. Я, наверное, понимаю, почему многие водители Харликов ездят так спокойно, хоть и он и может вжарить. Чувствуешь себя достаточно небезопасно, потому что манёвренность у него хреновая относительно других участников дорожного движения. Ускорение, ну, есть, конечно, у него момент, подхват, но ускорение не такое динамичное, чтобы прям, вот знаете, Юрка ехать и обгонять там машины и так далее и тому подобное. Из-за этого едешь и очкуешь. И в-третьих, как бы, он очень тяжёлый. Ты думаешь, блин, вот сейчас возникнет передо мной препятствие, я же, блин, нифига не успею оттормозиться. И даже вылететь с этого мотоцикла безопасно, чтобы, ну, меньше всего повреждений получить, очень сложно. Потому что он огромный, здесь много всяких штук, дуг и прочего-прочего-прочего. Вот, и думаешь, блин, такая махина. Конечно же, владелец установил здесь прямоточный выхлоп, сертифицированный прямоточный выхлоп. Так что, если менты меня тормознут, я их просто пошлю нахер. Звучит он, конечно, бомбический, но могу вам сказать, что первый день, когда ты выезжаешь на Харлике, ты кайфуешь от этого выхлопа, думаешь, бля, какой же кайф. На второй день ты уже такой, типа, ну, да, прикольно, громко, да, прикольный звук, вэт, вина. Ну, а потом на третий день, спасибо. На третий день ты уже едешь и думаешь, ну, ничего необычного, как Чоппер звучит, прикольно, классно. Чувствуешь себя таким американским просто, пузатым дядькой, крутым, с сигаретой Мальборо во рту. Вот, кстати, ребят, то, о чем я говорил, пипец пробка, я сейчас очень с трудом буду проползать. Ну, я сегодня-то уже привык к габаритам, на самом деле габариты очень у него такие, большие, он очень широкий. Сзади еще кофры висят. Ну, по поводу выхлопа, вот этот пердеж, он начинает потом надоедать, когда ты вот так вот сильно наваливаешь. И действительно, на таком мотоцикле хочется ехать спокойно, медленно и кайфовать. Вы знаете, я вчера даже ехал после работы домой, я что-то так подустал, что я даже стоял в пробке за машинами, хотя у меня была возможность проехать между рядами. Конечно же, если говорить про город, про скорость перемещения по городу, про удобство перемещению, да, по оживленному городу, типа как Москва, конечно же, мотик вообще ни о чем, что тут говорить. Ну, а, ребята, этот мотик вообще не из этой истории. Это мотоцикл, чтобы кайфовать, получать удовольствие. Ты едешь в 80-90, вот так, по свободной дороге, слушаешь этот выхлоп, звук двигателя, просто получаешь удовольствие, кайфуешь. Вот даже не хочется вжаривать сейчас, просто у меня свободная дорога с хорошим асфальтом, и я получаю удовольствие. Еще плюс, здесь владелец поставил вот такие вот штуки. На дальнее расстояние, конечно, кайф. Вот так ноги ставишь на них, и просто ноги прямые и отдыхают. Но в пробках их лучше закрывать, потому что они как раз задевают прям за машины, шире привычной базы мотоцикла. Вот, едет чувак в междуряде. Сейчас мы его пропустим. Мы же на чопере. Здорово, бро. Видите, при желании можно как бы открутить, ускориться, но из-за его габаритов не очень комфортно себя в этот момент чувствуешь. Просто едешь вот так с удовольствием. Ты победитель по жизни. Жизнь удалась, ребята. Харль Дэвидсон. Это скорее история про стиль, про комьюнити, да, про объединение, про интерес. Несмотря на то, что это мотоцикл, по-моему, 16-го года, здесь есть бортовой компьютер, здесь есть АБС, но когда ты на нем едешь, ты вообще это не ощущаешь. АБС здесь, кстати говоря, очень в тему, потому что мотоцикл тяжелый. Основной тормоз, кстати говоря, задний, ну, как скажем, не основной, то есть только передним вообще не прокатит пользоваться. Вам нужно обязательно комбинировать тормоз передний и задний. Такой мотоцикл, наверное, имеет смысл брать вторым мотоциклом, как, собственно, и сделал владелец. Вы уже знаете еще один мотоцикл по моим видосам. Это Боря, у которого я брал голду. У него вот еще Softail Heritage, Харли Дэвидсон. Он его взял для души, он состоит в мотоклубе Harley Owners Group Hawk. Они ездят в дальники компаниями на разные мероприятия, слеты. Я даже один раз с ними ездил в Минск, мне очень понравилось, душевно все. То есть вот это мотоцикл именно для кайфа, для души, для удовольствия, да, для жизненного стиля, скажем так. Ну, если надо, он может пиздюлей вломить. Да, конечно, мотор 1.6, момент здесь такой нехилый. Главное, на мокрое не выпадать, чтобы колесо не срывало. Ну, если, в принципе, умеете в слайдинге управлять мотоциклом, то здесь тоже нет никакой проблемы. Ну, ладно, я даже не хочу ускоряться, я еду сейчас в 60-70. Не хочу, ну, реально не хочу, ребят. Просто, просто мне кайфово, мне пиздато. Мне не нужно никому ничего доказывать. Я сижу в удобном, огромном кожаном кресле. Да, честно признаюсь, первый день, когда я доехал до работы, я плевался. Думал, что я все, сейчас обратно поставлю этот харлик, спустя пару дней заберу свою каву обратно. Но потом я как-то привык, вечером прокатился по свободным дорогам, понял весь кайф. И мне в целом, в целом вся эта история понравилась. Даже вот сейчас я еду, я не чувствую себя каким-то байкером, таким чё, переводом жестким, да? Как стереотипно привыкли все думать. Просто это совсем другая история, это совсем другой мотоцикл. Это Харли Дэвидсон, это ни на что не похоже. Даже вот на бульварде, на интрудере я катался. Он, конечно, там может помощнее, там, и всё такое. Но это другое совсем, совсем другое. Честно признаюсь, я бы себе такой мотоцикл не купил, даже если бы у меня была сейчас такая возможность, были бы деньги, да? Я бы, наверное, не купил сейчас себе Харли, ну, потому что с моим образом жизни он мне просто не нужен. Мне нужен мотоцикл, чтобы быстро передвигаться по городу, простреливать пробки. Такой мотоцикл, конечно, не подходит. Такие задачи, какая красивая девушка. А вот съездить завтра на пляж идеально подойдёт. Просто с кайфом, в футболочке, в шортиках, никуда не спеша. Конечно же, он тяжёлый и на маленьких скоростях ещё управляется очень, очень тяжело. Руль у него очень валкий, такой металлический. У него всё, в принципе, такое металлическое, тяжёлое. Всё в лучших традициях Харли Дэвидсона. Но поперечный баланс на нём держать не так тяжело, как кажется. Ну вот как-то так, ребята. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Сёмкин